В каком состоянии сейчас находится ядерная энергетика Украины и России после развала СССР? Вы знаете, что украинская ядерная энергетика, действительно потерпев такую серьезную катастрофу, чернобыльскую, замедлила свое развитие на каком-то этапе. Однако сегодня все-таки ядерная энергетика восстановила несколько свой статус в обществе и на сегодня очень трудно представить развитие электроэнергетического комплекса Украины без ядерной энергетики, поскольку он дает свыше 40% всей потребляемой электроэнергии в стране. У нас имеется на сегодня 13 блоков, которые вырабатывают до 100 миллиардов киловатт часов электроэнергии в год, хотя они задействованы сейчас не на полную мощность. Ведутся довольно-таки серьезные работы по повышению энергетической безопасности ядерной энергетики. В этом году были подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским институционным банком о выделении кредита на поддержание безопасности ядерной энергетики. Это около 600 миллионов долларов США. После аварии на Фокусиме международные организации и украинские предприятия, главе с энергоатомом, приняли участие в оценке безопасности атомных блоков в Украине. И эта оценка показала то, что ядерный комплекс Украины находится на высоком уровне безопасности и надежности. Однако тут успокаиваться нельзя, потому что ядерная энергетика на сегодня является, можно сказать, пасынком в энергетическом комплексе Украины, поскольку тариф на сегодня чрезвычайно низкий, он всего составляет 22 копейки за киловатт. И если взять, например, тепловую генерацию, это около 80 копеек. То есть видим колоссальную разницу, которой нету нигде в мире. И на сегодня фактически этих средств, получаемых от тарифа, не хватает компании для развития своих инвестиционных программ. Есть такие проекты, которые на продажу ориентированы? Ну, электроэнергетика сегодня в другие страны, она реализовывается в основном компанией ДТЭК, то есть это энергия, вырабатываемая на тепловых электростанциях, с угля. Что касается электроэнергии, которая вырабатывается на ядерных блоках, то она не реализуется на экспорт на сегодня, идет для населения, для промышленных нужд Украины. Если что касается нового закона про рынок электрической энергии в Украине, то ядерная энергетика выступит в соответствии с новой моделью в качестве донора фактически и зеленой энергетики, и тепловой генерации через так называемый фонд ликвидации дисбаланса. Да, то есть если в двух словах сказать. То смысл этого фонда заключается в том, что ядерная энергетика фактически будет датировать и тепловую энергетику, и зеленую энергетику, и в то время как ей нужны средства для собственного развития, развития своих инвестиционных программ. Вы знаете, что на сегодня существует ряд крупных инвестиционных проектов. Это в первую очередь достройка 3-4 блока Хмельницкой АЭС, также строительство нового завода по фабрикации ядерного топлива в Украине, в Кировоградской области, развитие, значит, добыч урана в Украине, центрального хранилища отработанного ядерного топлива. То есть это очень крупные такие инвестиционные проекты, например, только достройка двух блоков в Хмельницкой атомной станции на стоимость будет превышать 5 миллиардов долларов. Кто финансирует? Кто будет налаживать? Ну вы знаете, что были подписаны в 2010 году соглашения с Российской Федерацией, и Российская Федерация взяла на себя обязательство профинансировать 85% стоимости строительства этих двух блоков на Хмельницкой АЭС. Однако на сегодня этого финансированием Украина не получила, потому что меняются условия предоставления средств. То есть теперь это уже рассматривается как коммерческие кредиты под крупные проценты. Вот ведутся переговоры со Сбербанком, энергоатомом. Однако на сегодня соглашение еще не достигнуто. Поэтому ключевая проблема финансирования остается, поскольку сам энергоатом не имеет возможности возвращать полученных кредитов вследствие того, что возврат кредитов на достройку двух блоков Хмельницкой АЭС не заложен в тарифе. Государственный бюджет тоже пока что не берет на себя гарантии под предоставление этого кредита. И поэтому финансовые проблемы самые большие для реализации достройки двух блоков. Сегодня точно так же, как и по строительству завода с фабрикацией. Но надо рассматривать этот вопрос еще с точки зрения российской стратегии. То есть в принципе российскому бизнесу, российская энергетическая политика, они очень заинтересованы в том, чтобы инвестировать в развитие новых мощностей по генерации в Украине. Потому что более российская федерация заинтересована продавать уже готовое ядерное топливо в Украине. Потому что таким образом остается основная добавленная стоимость в самой России. И налоги, и зарплаты, там рабочие места сохраняются. Поэтому российская федерация будет все делать, чтобы затягивать реализацию этого проекта. Или добиться такой схемы, по которой фактически она бы контролировала не только финансовые потоки, но уже и в дальнейшем реализацию полученной электроэнергии в результате достройки двух блоков. То есть чтобы иметь возможность продавать самостоятельно на рынке Украины или экспортировать ее. То есть фактически Российская федерация добивается максимально благоприятных условий для себя. И на сегодня компромисс пока что не найден по этой теме. И я думаю, вряд ли он в ближайшее время будет найден. Вы знаете, что 17 декабря в Москве были заключены ряд соглашений между Россией и Украиной. Там присутствовала ядерная тема. Опять же была подтверждена необходимость достройки двух ядерных блоков на Хмельницкой АЭС, а также строительство завода с фабрикацией. Однако никаких обязующих документов подписано не было. То есть фактически это протокол о намерении. Поэтому сейчас четко сказать о том, что блоки эти будут построены и будет построен завод по фабрикации трудно. То есть потому что фактически сроки уже срываются. Если третий блок должен быть в Хмельницкой АЭС по плану построен и вступить в эксплуатацию в 2018 году, в 2020 году, то, наверное, скорее всего, эти термины будут перенесены на какой-то неопределенный срок. Мы сегодня не можем сказать, когда это произойдет. Таким образом, получается, вот эти все пункты были также учтены в энергостратегии 2030 год. Получается, что таким образом два с половиной раза увеличить выработок энергии у нас не получится? Ну, нам и не надо увеличивать потребление электроэнергии. Наоборот, надо нам заниматься больше энергосбережением. То есть и вот эти прогнозы серьезного возрастания ВВП, которые заложены в энергостратегии на уровне 5% и больше, то есть они не оправдываются на сегодня для того, чтобы выйти на такой показатель возрастания ВВП. Нужны серьезные структурные реформы в стране, которые займут там минимум 5 лет, после чего можно уже будет рассчитывать на то, что экономика оздоровится и понадобится большее количество электроэнергии. Однако на сегодня структурных реформ мы не видим. Фактически экономика находится в стадии деградации. Нету никаких источников роста. Воловой продукт уже снижается, и промышленное производство практически весь этот год. И я думаю, что без серьезных структурных реформ в Украине просто не понадобятся те объемы электроэнергии, которые заложены в проекте или уже даже не в проекте. Она одобрена, эта аналитическая стратегия была постановлением Кабинета Министров, однако сама стратегия не была опубликована. Только мы знаем некоторые варианты проектов, как это неудивительно. Поэтому сегодня сказать, что в Украине существует какая-то продуманная аналитическая стратегия, которая последовательно реализовывается, пошагово, системно, сказать нельзя. То есть мы видим наоборот какие-то такие маневры постоянные, изменения стратегической линии, то есть не только в ядерной энергетике, а и в других отраслях экономики, в частности в газовой сфере. То есть мы шарахаемся от поставок газа с Европы, теперь мы подписали соглашение с Россией, дополнение до контракта и будем полностью зависеть от российского газа. Ну что касается перспектив ядерной энергетики, то я думаю, что с той тарифной политикой, которая сейчас существует в стране, когда главными бенефициарами модели рынка электроэнергии в Украине являются тепловики и зеленая энергетика, то есть ядерная энергетика будущего такого серьезного не имеет. Поэтому надо срочно менять подходы к ядерной энергетике и обеспечивать ей возможности самофинансирования, развития, повышения безопасности. Тут надо понять, что сохранение ядерной энергетики очень важно вообще для конкурентноспособности украинской экономики, потому что ядерная энергетика, энергия, вырабатываемая на атомных станциях, значительно дешевле, чем на тепловых или возобновляемых источниках. И если мы будем такими темпами увеличивать долю зеленой энергетики и тепловой энергетики в энергетическом балансе Украины, то это может привести к тому, что просто наша промышленность остановится, она не сможет покупать и реализовывать свою продукцию на международных рынках и на внутреннем рынке, если будут тарифы настолько высоки, они уже сейчас выше, нежели в Европе. И здесь атомная энергетика играет огромную роль, потому что она может сбалансировать цены и быть очень мощным толчком для развития украинской промышленности. Однако для этого надо уделять ядерной энергетике намного больше внимания и понимать, что хорошо тепловая генерация, хорошо ее развивать, необходимо модернизировать и развивать зеленую энергетику, но в то же время цена, которая вырабатывается на этих видах генерации, значительно выше, чем электроэнергия, полученная на атомных станциях. Завод по фабрикации, то есть если он будет построен, то основной рынок сбыта ядерного топлива будет находиться в Украине, то есть для украинских атомных станций. То есть возможно какая-то часть будет поставляться на другие электростанции в страны Восточной Европы, там где существуют блоки советской или российской конструкции. Все очень неопределенно, да, то есть ситуация очень неопределенная. Украины нет фактически источников средств для достройки ядерных блоков самостоятельно, да, и строительства завода по фабрикации. Все зависит от финансирования России, а Россия ставит свои очень жесткие условия, да, то есть которые Украине невыгодны. Поэтому вопрос финансирования завис в воздухе, и без его решения очень сложно будет рассчитывать на реализацию этих важных инвестиционных проектов для ядерного комплекса Украины. Спасибо большое.